Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. Там лением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 24 февраля, день власия. Назван в честь святого священномученика Власия, Епископа Севастийского. Власий всю жизнь прожил кротко, праведно, Богоугодно и беспорочно. За это обрел дар чудотворения. По его молитвам многие болящиеся получали от Господа исцеление, И не только люди, но и животные. Поэтому, если у вас имеются какие-то недомогания, Помолитесь сегодня власию. Приметы. Пришел влас, знать держи рукавицы про запас. Три утренника морозных дня до власия, Три после власия, А седьмой на сам день власия. Власий днем корою бог нагреет, А зимой заморозит. Власий на дворе, знать весна на горе. Если имеются большие сугробы снега, Значит в мае будет много зелени. Если сегодня оттепель, Холодных дней больше не будет. Если корову сегодня окропить святой водой, Она будет хорошо доиться весь год. Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала. У каждого человека имеются свои слабые места в организме. Ну такие вот особенности. У меня это зубная эмаль. Слабовато. Причем она слабовато была с самого детства. Как эта слабина ощущалась? Это оскома на зубах. Вот вы что-то там такое поели кислое. Ну хотя бы вот попили вот этого вот сока с гранат. А о лимонах я вообще там молчу. И сразу же чувствуйте вот это вот оскома начинает. Сначала немножко, потом больше и больше. Потом в конце концов вы и есть не можете. Более того, когда я рассказывал уже, голодал первый раз в 18 суток. И выходил по книгам, которые написаны, что мол вот вы можете выходить на апельсинах, на апельсиновом соке. Вкусно, приятно. Ну я думаю, ну я так тоже сделал. И вот я как раз апельсинчики поел после 18-го, 18-дневного голода, дня 3. А потом такая раз. А зубы-то черные, фруктовые кислоты, которые находятся в апельсиновом соке, съели зубную маль. Как я ее восстановил? Вот об этом и поговорим. Я ее восстановил с помощью творога. Творога много не надо. Творог надо брать обыкновенный, классический. Какая тут у нас жирность? Ну короче, обыкновенный творог берем. Раз, пол пачечки. Много не надо, ничего много не надо. Важно, чтобы мы то, что с вами съедаем, усваивали. Съесть можно, знаете, как положить в холодильник, так точно положить в желудок, можно довольно-таки много. Но вопрос заключается в том, а усвоится ли это или нет. Итак, я поступаю вот таким вот образом. Пол пачки творога. Далее, добавляю немножечко, смотрите, так как я сладкоежка, я добавляю творожка. С позиции совмещения продуктов, вроде бы, и мед, и творог не совсем сочетаются. С позиции сочетаемости продуктов. Но, тем не менее, важно понимать, вернее, ощущать, как вы ощущаете эту несовместимость с продуктом. А именно, если у вас после того, как вы съели, возникает какой-то дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, вообще в организме, значит, действительно, продукты не для вас это сочетание. А когда вы делаете такую кеську-меську, смешиваете творог, мед, можно даже варенье смешать, мед желательно жиденький, чтобы был, сметанки, то есть получается довольно-таки вкусный продукт, который приятно есть. Важно не забывать, что совместимость продуктов – это очень хорошо. Но комфортное поглощение пищи – это также немаловажный момент. Поэтому это все надо умело сочетать, узнать особенности своего организма, как он, на что он тут реагирует, как он лучше. И вот буквально-таки после голодания я поел где-то, вот так с утра, вот такую примерно порцию творога, где-то недельку, и эмаль на зубах восстановилась. Если у вас слабый эмаль на зубах, то, увы, такие завтраки можно делать через день, через два дня. Можно даже это реже, по обстоятельствам. В зависимости от того, что вы едите. Ну вот. Сейчас попробуем, что у нас за вкус получился. Хорошенько все перемешали. Кеська, меська, меська, кеська. Вот. И пополнен запасы кальция в нашем организме. Итак, приятного аппетита. Пробуем. Кстати, ем я левой рукой. Я правша, но ем левой рукой. Чтобы не для того, что у меня левое и правое полушария развивались там нормально, а просто для того, чтобы я владел и левой рукой. Получилось приятное блюдо. Творог не сухой. Туда добавлена сметанка. Творог вкусов не отталкивает. Знаете, некоторые не любят этот вкус. Там имеется медок. И получается приятное блюдо для пополнения кальция в организме. Итак, приятного аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует...